Всем привет, народ! С вами Филаор, и мы с вами продолжаем проходить Лоботомии Корпорэйшн. Вы это смогли, ребята! Вы смогли победить этот барьер 80 лайков! Вууууу, блин! Я очень этому рад! Я надеялся, я ожидал, и вы всё-таки смогли это сделать! Я горжусь вами! Если вы удержите этот барьер 80 лайков, я постараюсь как можно быстрее выпустить следующий эпизод. А сейчас приступаем к шестнадцатому дню, у нас целых двадцать три лобпоинта, и я планирую их просрать на своих любимых ребяток. Так, давайте начнем с Нарая. А именно, я понял тут одну вещь, очень важную вещь, и я первым своим делом сделаю вот так. Так, я открою Бонбона, я уберу Бонбона, и дам Нарая эту пушку, так как у нее справедливость самая высокая из всех моих ребят, а соответственно и скорость атаки из этой пушки должна быть намного выше, так как это медленное оружие, я думаю, ей подойдет. О, да, она будет стрелять из него просто как из автомата. А, здесь. Учитывая, что у меня есть новая броня, я даже не знаю, кому ее можно дать. В смысле, тут и так все вроде бы как идеально, так что я пока это дело трогать не буду. Кроме, естественно, Бонбона, которому я назначу новое оружие. Отлично. Так, теперь бы как-то вам надо раскидать все эти лобпоинты. Начнем с Нарая. Меня смущает, что у нее шанс успеха, то есть выдержка, на одном. Я думаю, ей надо сделать две. Да, начнем с этого. Итак, Хосе. Хосе у нас тоже молодец. Хосе у нас тоже старается и сделать вот так ему тоже не помешает. Я думаю, мы реально потратим сегодня все лобпоинты на всех своих ребят, потому что мне пока что хватает сотрудников. Я не думаю, что в ближайшее время я кого-то буду нанимать, потому что адепты Апокалипсиса говорят, что скоро будет конец всего света, и я не хочу привлекать сильно много людей в этом участвовать. Поэтому Оуэн, Оуэн, Оуэн. Знаете, очень иронично, что Оуэн у нас работает с барашкой. Ну как бы Оуэн, баран. Так, ладно, справедливость. Хотя у него и так пистолет. Пистолеты это быстрое оружие. Так что в принципе справедливость ему не так важна, поэтому пока его отложим. Я не говорю, что прям совсем, но пока. Так, Бонбон. Так, у Бонбона, у Бонбона справедливость тоже один, но при этом у него другой тип оружия. Я думаю, что ему надо это дело немножко вкачать, а все остальное у меня нормально. Я хочу его прокачивать на Шадон Фрейде, а для Шадон Фрейда ему нужно немного справедливости. Я не думаю, что прям так сильно много, я думаю, да. Я думаю, вот столько ему хватит, учитывая то, что мы еще используем корректор поведения. Как правильно заметили в комментариях, мне нужно юзать птицу и Шадон Фрейда, чтобы прокачивать своих сотрудников. Нарая уже на нем вполне накачалась, ей предстоит птица. Кстати, как-то странно, что почему у меня здесь мужество находится на четырех, а здесь на трех. Я че... я... а почему? Я думаю, она сильная девочка, она справится, и она у меня возьмет сердце. И немножко выдержки на Ре, в конце концов, ей предстоит работать с чем-то очень мощным. И на этом мы, пожалуй, закончим. Начинаем день. Так, для начала мы возьмем Грегори и передвинем его сюда. Похоже, ему придется слезть с травы и перейти на жидкость, потому что он у меня отправляется на банку Велчерс. На инстинкт. Он должен его каким-либо образом начинать прокачивать, потому что первый инстинкт, чувак, это не дело. Я не знаю, выживешь ты ли у меня в итоге или нет, но тем не менее. Так, сюда. Мы в прошлый раз смотрели эту аномалию, да. И на высокий уровень сложности вот сюда, на инстинкт, мы отправим Хосе. Я думаю, это будет чисто его аномалия. По крайней мере, пока. Мы попробуем на него отправить Грегори, если он каким-либо образом чуть-чуть вкачает мужество. Я все-таки надеюсь, что мы сможем это сделать незамедлительно. И сюда, на привязанность, у нас, как всегда, отправляется Бон-Бон. С этим у нас никаких проблем не будет. Ммм, к бабушке. Я думаю, я думаю, время пришло. Я думаю, он созрел для этого. Вы знаете, о ком я говорю. Вы знаете, о ком я говорю. О, да. Это Фрэнк. Фрэнк, твой звездный час настал, не подведи меня. Итак, на Шаден Фрейда мы отправим Оуэна, поэтому в первую очередь. Оуэна, Оуэна, Оуэна мы отправляем на корректировщик поведение. Дабы немножко поднять его справедливость. Я не знаю, что случится с его мудростью, но по крайней мере, мы это сможем увидеть. Сюда у нас отправляется Нараэ. Да. У нее все-таки мужество 4. Я не знаю, как это работает. Понятия не имею. Иногда эта игра живет по законам своей собственной жизни. И меня это немножко пугает, учитывая, что здесь все аномалии примерно так работают. Так. Окей, к девочке со спичкой. Я думаю, я отправлю Евангелит. И мы начинаем эксперименты. Вы же любите эксперименты, да, ребята? Мы же здесь все собрались, чтобы проводить эксперименты на лабораториях. И на моих лабораторных крысках. Так. Сюда у нас на подавление отправляется Овен. А сюда на инстинкт отправляется Наре. Будем держать за вас кулачки, ребятки. Это новые аномалии, с которыми вы еще не сталкивались. Поэтому удачи. Так. А кто у нас здесь? Эй, привет! Огромная курстка помех. Так. Так. Хоть мне и говорили, что эта аномалия достаточно слабая, я думаю, я на нее отправлю кого-то более сильного, как у меня заведено. И нет, если я говорю более сильного, это не значит, что он будет сильный в плане атаки. А именно в плане работы с аномалиями. Но я не знаю, чего именно хочет эта аномалия, поэтому будем... дыркать Уилсона для начала. Давайте думать логически. Все-таки это помехи. Что такое помехи? Это сигнал. Сигнал не является чем-то диким. Сигнал можно к чему-то привязать. Сигнал можно понять, распознать. И сигнал можно подавить. Я думаю, мы начнем с самого первого, с понимания. А-е. Голдсан. Поехали. И все будет отлично. Блин, наре-е, наре-е. На... Я только хотел сказать, что она хорошо справляется. О-оу. О, мы уже созрели для этого, да? Сюда у нас, ну, один разочек сходит на... Понимание Грегори. Точнее, на привя... Нет. Да, на привязку. Ну, и то, и то прокачано неплохо, поэтому пускай идет по дефолту. О, Фрэнк закончился старушкой. Пусто. Ух ты, молодой развратник со старыми леди. Так, привязанность. Да, я думаю, повторить. Я думаю, ты ее повторишь столько, сколько я тебе скажу, Фрэнк. И ты не будешь спорить со мной, Фрэнк. Потому что это твой билет в жизнь, Фрэнк. Если бабушка тебя одарит своим вниманием, то все будет хорошо. Оуэн молодец. Оуэн красавчик. Оуэн справился. Так, интересно, а что у нас с Нарея? У нее достаточно много жизней теперь, и это хорошо. И она даже может сходить еще раз на большую птицу, когда она немножко занерестится. Так, сюда у нас отправляется Хосе. На инстинкт. Как я и говорил, на высокий. Хотя... Хотя... Что там говорилось с этой аномалией? Нужно, чтобы был достаточный уровень мудрости. А именно... Не первого уровня. Да. Я... Я думаю, что Грегори уже потянет ее. Отлично. Эта хрень у нас работает хорошо. Эта хрень у нас работает просто замечательно. Поэтому мы, кроме понимания, проверим еще некоторые вещи. Давайте попробуем... Привязанность. Оооо. Хо-хо-хо. На самом деле я хотел сейчас юзать привязанность. Ааа... Ладно, это не вариант. Это не вариант. Можно юзать под... Да. 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 Понимание снова. Ты должен распознать этот сигнал. Пойми его. Узнай. И скажи обязательно мне. Возможно, Ви или Би со мной опять хочет связаться. А из-за него я ничего не слышу. Где чертов Уилсон? Мы будем изучать эту аномалию постепенно. Благо, что она его не убивает. А ты, чумной доктор, пока что остаешься неудел. Пока что остаешься грустить. Но недолго. Судя по тому, что у меня скоро рассвет. Его надо немножко удовлетворить. А иначе он будет... Оооо... Вне себя. Ооо... Уилсон, в этот раз ты хуже справляешься. Ооо, да. Придется отправлять Галину. Галину на инстинкт. Рано. Пока рано, рано, рано. Держимся, держимся. Я с трудом сдерживаю свои руки, чтобы не отправить их... Загребущая лона чумного доктора. Сюда у нас хорошо справляется Евангелина. И у нас пока что еще остается. Вот если девочка со спичкой сбежит... Она девчонка непредсказуемая. Она захочет взорваться в любой момент, который ей понравится. В зависимости от того, конечно, где находится толпа людей. Но если на этаже будет... Ээээ... Меньше народа, чем толпа, то... Ей будет как-то срать. Отлично. А знаете что? Кому нужны красные глаза? Все ради красных глазок, Грегори. Уж извини. Ммм... Блин. Я надеюсь, что... Я надеюсь, чем она бьет. Нам не известно, чем она бьет. Но мы можем это открыть. Информация о побеге. Шикарная штука. Мне нравятся эти... Глаза стайл. А что мы еще не открыли? Так, секунду А, базовая информация Я забыл открыть базовую информацию Наверное, в базовой информации и написано, чем он атакует Но, судя по всему, у него тип урона красный Если уж оружие дамажит им Ммм, ну что? Нет, нет, нет Или да, или да Я не хочу терять Грегори, нет, сильно опасно Пока что будем экспериментировать на псе Посмотрим, сколько сейчас она ему собьет жизней О, нет, погоди, куда поехали? Фрэнк, 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 Фрэнк Ууу, за тобой нужен только глаз да глаз, Фрэнк Отлично, мы успели, Фрэнк Все хорошо, Фрэнк Так, вот здесь у нас голяк Вот здесь у нас очень все плохо Смотрим подавление Мммм Единственный шанс на высокий Пока который я видел Уилсон, что ты тут делаешь? Отправляй Уилсона справедливость 3 Уилсон справится на высокий Ммм, ладно, так уж и быть Иди восстанавливайся, Уилсон Иди восстанавливайся, мой самый сильный сотрудник Который потерял столь много маны у слабой аномалии. Это как так? Это почему я не пресёк на корню? Это как я так не заметил? Так, ладно, все заканчиваем работу. Все, стоп кран! Теперь мы отправляем сюда Евангелину. Да, я знаю, что он ещё не горит у меня. Да, я знаю, что у него ещё нет перегрева клепот. Но... Вы же знаете этого Чумного Доктора. А как вырвались другие аномалии, он не упустит своего шанса присунуть кому-нибудь. Так, ну что, Уилсон? Восстановился? Ух! Сейчас будет звёздный час на Рея. У-у-у, давай на Рея. Я её одну отправляю сюда. И она в одиночку, и я в неё верю, зачистит мне этот этаж. Сюда Уилсон... А-а-а, только Уилсон. Галина отправляется на задание. Я не останавливаюсь на полпути никогда, Ева. У-у-у, уже до трое. Они множатся. О-о-о-о! Так, у меня 4 места. 4... места. Отлично. Овен закончил работу. Как-то он плохо справляется. Или более-менее. Так, что у нас тут? Отлично! Хосе подключился. Так, по-моему, что-то не так. А-а-а-а-а! Так, хорошо. Хосе! Хосе, ты будешь паре с... О-о-о-о! Здесь много, ребят, вам. Тут очень много работы. Овен, ты отправишься с ними на подстраховку. Грегори, отдыхай. Отдыхай, расслабляйся. Я думаю, я Грегори прямо сейчас отправлю вот сюда. На инстинкт. Я не смогу за ним следить, но при этом, Грегори... Грегори... Грегори, посмотри мне в глаза. Я тебе доверяю, Грегори. Ты сможешь все. У тебя... Пускай у тебя будет обычная дубинка, но я верю в тебя, Грегори. Ты сможешь затащить эту тварь. И мы таким образом сможем узнать ее имя. А еще лучше, я даже повышу тебе скорость работы, сделав тык. Аучье логово. Ага, красный. Я думаю, все будет хорошо, Грегори. О, тебе бы тоже на подмогу никого-нибудь отправить не мешало бы, но кого? Бонбон. О, как ты тут, кстати, Бонбон. О, нет, Фрэнк. Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк. Ты нужен здесь больше, Фрэнк. Так, Уилсон, ты выдержишь? Обещай мне, что выдержишь. Это же обычная простая аномалия. Эй. С одного выстрела? С одного выстрела? Нораэ. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я заполучил оружие массового поражения. Теперь я знаю, как... побеждать время суток. Отлично, Нораэ. Похоже, кто-то станет моим новым любимчиком. Хотя они с Уилсоном сейчас реально самые сильные ребята в моей команде. О, Уилсон, не надо быть таким недовольным. Ты тоже молодец. Ты тоже затащил, просто пускай не с первого раза, но тем не менее ты... Умница, Грегори! Кто-то скоро получит красные глаза! Хорошо, восстанавливай силы. Как у нас Хосе справится с девочкой? Ага, Хосе обычный. Ну, я думаю, Евангелина. Да, только Евангелина, только она. Сюда у нас только Бонбон, только Бонбон. И пускай они качаются на этом дерьме. Погоди, погодите-ка! Третий. Высокий. Открываем. Второй. Высокий. Второй высокий. Первый высокий. Эта аномалия не явно лжет. Какая плохая аномалия. Но, что еще важнее... Уилсон! Уилсон! Уилсон. Где это, чертов? Предатель Уилсон! Какого хрена у тебя справедливость 2? Так нечестно. Точно, у Ована справедливость 3. Но пока давайте поотправим сюда Нарая. Я не думаю, что Нарая сильно пострадает, а вот Овен может. Эх, Уилсон, ты меня разочаровал. Но ладно, пока ты отдыхаешь, я думаю, ты сможешь сходить к большой птице и... Поговорить с ней по душам. Ну так. Ради старого доброго по душам. Ради старого доброго встретиться. Паучья логово. Уууу, как мне нравятся эти глаза! В прошлой серии я говорил, что мне нравится тема демонов, и... Паучья логово как-никак смахивает на него. Уууу, иди сюда, приятель. Иди, приятель. Я уверен, ты с пауками подружишься. Бабушка все еще жаждет встречи. Я уже могу завершить этот день! Но нет, еще рано. Еще рано. У меня даже... Пойдет пускай Хосе. Ну что, просто потому, что он ближе. У меня ведь еще даже не было второго испытания. А у меня есть такая мощная Нарая. Я не... Собираюсь упускать этот шанс. Оуу, он молодец. На пустые сны отправляется Бон-Бон. Оу. О-оу, шо... А-а-а, Шадди! А с чего Шадан Фрейд вдруг сбежал? В смысле, что ему не понравилось? Может быть, обслуживание Оуэна? Так, сюда. На привязанность. Как обычно, Фрэнк. Как обычно. Ты знаешь... Ммм, скоро сойдет с ума. Сойдет с ума от бабушки. Но, да. Я думаю, после ты можешь отправиться сюда и немножко отдохнуть. А сейчас... Последний раз на привязанность, Фрэнк. Давай, последний раз. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нарея молодец. Но я думаю, Нарея... Это просто должна быть судьбоносная встреча. Нарея должна встретиться с Шадан Фрейдом. Со своей давней аномалией, которая вырвалась. И я думаю, она ее зачистит. А Уилсон? Уилсон тебе в этом поможет. Раньше это были Бон-Бон и Оуэн. Но мне пришлось сократить эти должности. Теперь уж, извините, не вы моя команда зачистки. Вы, ребята, немножко перехвал... Я вас немножко перехвалил. Я немножко вас переоценил. И тем не менее, вы остаетесь крутыми. Вы крутуши номер два. А номер один сейчас у меня Нарея и Уилсон. Итак, Грегори. Грегори, Грегори, Грегори. Оуэна. Мы отправим Оуэна сюда. Он тоже должен повидаться с девочкой. В конце концов, ей скучно видеться с одной и той же женщиной. А именно Евангелиной. Поэтому пускай парень. Пускай будет один парнишка, который... Потолкует с ней на другие темы. Ну, вы понимаете. Одно дело говорить с девчонками, когда ты хочешь обсудить парней. А другое... А другое дело говорить с парнями, с которыми вы обсуждали. При которых... При девчонках, которых вы обсуждали. Так. А где Шадон Фрейд? А где... Оп, тихо. Все, мы не смотрим. Все, хорошо. Все. Шадон Фрейд сбежал, а Шадон Фрейд угомонит. А вот интересно, их статы прокачиваются, когда они... Побеждают аномалии. Ммм, он шикарно справился. А также он шикарно поработает здесь. Что у нас паучье логово? Ооо, какой клевый костюмчик! Я... Я думаю, я создам его в первую очередь. А уже потом все остальное. И сюда, ребятки, вы будете ходить часто, пока не добьете это дело. На высо... Ооо, сюда бы кого-то надо. У меня скоро будет полдень. Так, зеленый полдень. Зеленый, зеленый. Это машины. Машины. С машинами я, наверное, смогу справиться. Блин, я даже не знаю. Так. У-у-у-у! Слона-то я и не приметил. Галина. Галина, где бы ты ни была. А, Галина тоже усмиряет. О, молодец, Галина. галина за 24 секунды быстро бегать быстро я не знаю как ты это сделаешь но ты должна сюда кого нибудь камил давайте сегодняшний день будет супер день сегодняшний день мы сможем все ты ж был со никчемное создание и я тебя люблю все равно ты не подумай но опять же тебя нельзя использовать на новую аномалию даже учитывая то что ты самый сильный справедливости ты чуть-чуть не дотягиваешь поэтому я пойдет оуэ моя команда зачистки номер два в действии я думаю яму открою немножко скорость работы внимание было низким но был сам хорошо справлялся и шанс успеха тем больше уровень выдержки у сотрудника тем меньше шанс успешного выполнения работу аномалии но ведь опять же нара и отлично справилась было заключено что главной причиной стремительного роста жестокости является чрезмерное влияние аномалии мои сотрудники становятся жестокими в результате нормальной работы уровень счетчик клепот аномалии понизится со средней вероятностью результате плохой работы уровень счетчик клепот аномалии понизится с высокой вероятностью она она не такая уж и неприхотливая и если сотрудник озера это имя или звание запаникует во время работы уровень счетчик клепот аномалии понизится результате хорошие работы счетчик клепот аномалии повысится при получении максимум п ячеек уровень счетчик клепот повысится на 2 я не думаю что пока кто-то сможет так хорошо справиться с ней она сильная девочка камера наблюдения засекла появляющиеся по всему комплексу белый шум исходя из того что это произошло тогда когда уровень счетчик клепот аномалии достиг нуля было решено что это этот белый шум исходит от камер содержания аномалии она распространяет белый шум по всему комплексу это наверное страшно и мы открыли шанс успеха количество секций с белым шумом будет стабильно возрастать пока уровень счетчик клепот аномалии не будет восстановлен до допустимой нормы но это было ожидаемо ок сюда у меня идет овен и я теперь абсолютно не переживаю за него нора и волсон я сказал тебе подниматься конце до концов вылся какого хрена у нет все нормально мы 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 целы все хорошо я не знаю он начал кричать я я не знаю галина ты-то берегись он неуправляемый я понятия не имею какой-нибудь так как так можно было она тебя только что успокоила гребаный ты извращенец хватит забирать своих сотрудников тварь о мы так и не повысили мусто ты и я думаю это хорошо я не буду повышать ему статы потому что ну блин какого хрена зачем я не вижу в этом смысла если я повышу ему статы то у меня точно все будут справляться с ним очень хорошо поэтому идет он задницу он будет неведомый он будет неутолимый он будет странный страстный страшный мы на него даже смотреть не будем привязывать давай привяжи бабушку давай мой зеленоволосый друг я надеюсь что он сегодня повысится я думаю что он возвысится так тут у меня все нормально но может быть на пустые сны бонбон а где бонбон а куда я отправил бонбона рая можешь отправляться отдыхать и сделала очень хорошую работу сегодня ты молодец евангелина тоже а где бонбон а ну да я совершенно забыл бонбон сосется с ангелом ты поменял маску круто зима просто бонбон сказал остальным последователям позвольте мне пойти помыться я не успел прочесть так ладно бонбон коли ты закончил увеселительные дела с этим шмырем ты пойдешь на пустые сны вот и начался процесс понимания я опять проворонил это дело я опять это все не посмотрел блин надо быть более внимательно так факт кто у меня тут спокойный кто это галина галина у хрена тут забыла галина убегай оклады галина steam точно не справится так сколько их у меня и всего трое так формируем команду зачистки вылсан отправляйся сюда на раэ я уверен ты сможешь так хосе но с хосе я пока что не уверен мы будем их вычленять по одному если у тебя есть пистолет ты отправляешься сюда оуэн оуэн занят оуэн пока ладно оуэн хорошо теперь мне надо следить чтобы все как можно быстрее вернулись в свои апартаменты и не наткнулись ни на кого на плохого то у меня счету с пистолетом этим эти у меня не выдержит это нет это точно нет они не красные но он получил он получил их но не не красный они не красные ну блин ему даже не очень идет ну ладно он их получил он их получил и мы знаем точно что по дефолту у него есть красные глаза все это называется красными глазами значит это красные глаза по крайней мере вот тут ты же мой любимый укурыш я уверен что они сейчас команды старая справиться с ним и смогут прийти сюда надо следить за оуэном смерть оуэна я не переживу оуэн быстро пробегай мимо него уходи вот сюда и восстанавливай жизни как можно скорее фрэнк кто же им поможет теперь я думаю все у большая птица с тобой что случится нет оуэн пока что просто убегает он убегает от сюда и то что здесь больше здоровья и восстанавливает его грегори ты уже восстановился так что я думаю тебя будет больше пользы здесь покажи ему свое паучье логово так а вы тут как пока чтобы сволочи никого не раните из моих сотрудников какие вы молодцы блин я с них дощусь придется на большую птицу пойти на раэ потому что эти роботы не такая страшная хрень как эта птица поэтому я тебя прошу я тебя прошу давай на раэ о фрэнк о ты тоже тут здравствуй ты слегка опоздал как я рад что она такая быстрая у меня она умница она умница я всегда в нее верил она очень молодец а теперь вообще здесь двое хотя если их было бы двое учитывая то как стреляет пушка на раэ она бы убила сразу двоих сразу же как думаете мы сможем их задержать сейчас вот сады как уилсон даже совсем ничего просто все оравы задали можем кроме грегори охренеть охренеть грегори я тобой так горд грегори у тебя мужество один но ты справился лучше чем вообще кто-либо другой чем хосе я не хочу тебя терять я не хочу тебя терять нет ни в коем случае так а все остальные у меня работоспособные и полно тонусе сил как так еще одна появилась их же было три я так понимаю у каждой вот такой вот хрень и у каждого времени суток есть свои побочные функции которые влияют на аномалии которые находятся в их зоне поражения и я надеюсь что у механических тварей они не шибко плохие потому что одна находится около шадан фрейда и по шадан фрейд не такая уж и страшная аномалия но иногда в гневе она страшна так чтоб стоп чтоб что о нет о нет возвращайтесь все сразу же возвращайтесь вам надо восстановиться нет о нет я на тебя очень надеюсь я тебя прошу пожалуйста ты должен выжить убегайте это же и на месте последний оплот пал у меня еще есть время закончат день но я буду ждать я буду ждать вилсон пожалуйста быстрее был саду 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 есть главное теперь выживи был саду пожалуйста генера все вы бегите сюда и восстанавливаетесь как только можете пытайтесь восстановиться вы ребята отправитесь сюда пока что чтобы я вас не путал на рая ты куда я же сказал отправляться сюда все ну и тебе тоже заду за компанию о нет а что не так нет папа папа почему нет нет то он там вообще забыл он не должен был там находиться он не должен был там находиться я его я его максим максимум отправлял сюда как у почему он там был сегодня мы потеряли грегори грегори был славным малым я полагаю у меня нету выбора мы завершаем день меня умер один человек всего один чем очень чувствую так хреново он не должен был там находиться это какой-то глюк был это глюк игры я его туда не посылал я бы не мог туда послать ни в коем случае чертова игра ты забрала у меня еще одного еще одного сотрудника но эта игра учит что нельзя зацикливаться на них нас овен повысил уровень мы должны этому радоваться овен молодец овен овен точно молодец и мы начинаем следующий день да черт возьми твою мать еще и минус 5 лоб поинтов а вы издеваетесь да нет 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 опять пузан и мои дорогие сотрудники я надеюсь все надели противогазы что мы выдали вам перед приходом сюда опять еще одна урна полная газа вот и я придумала эту замечательную идею вот я и придумала я не знаю насчет нее я не знаю вы конечно не пишите я помню что вы мне обе они точно писали я помню что вы мне они писали но я совершенно не помню что информации сильно много я не успеваю за ней запоминать слезы дитя падали будто звезды падающие с небес мне погрузился в сон будто в ловушке восхитительной колыбели вот на счет насчет младенца я помню я не знаю почему наверное потому что я сам боюсь младенцев но никаких младенцев нет нет никогда так газ или замечательная идея газ или замечательная идея или газ или замечательная идея и я выберу эту замечательную идею потому что мне кажется что эта штука с газом будет распространяться на те комнаты на все департаменты и это звучит как очень нехорошая идея поэтому я выбираю другую замечательную идею о чую я сделал неправильный выбор ой в этой игре делать выбор так страшно я знаю что все еще не заслужила вашего доверия я знаю что должна представлять собой часть системы да недоверие ко мне означало бы недоверие компании и ее основателю а вот их сюда не приплетай не ты отдельный искусственный интеллект и я совершенно не доверяю ошибкам накопившийся в твоем мозгу вот насчет нее я совершенно уверен что она робот вот насчет нее я точно в этом уверен я кого-то поймали и кого-то скоро постукает по жопке и не а скорее всего потому что by by уже постукали судя по всему да я знаю что by взрастил вас всеми недоверия ко мне а как ты это узнала не ну смысле как бы а получается что она прослушивает все каналы и соответственно мой тоже соответственно ты мне сама не доверяешь что логично потому что я тут новенький но тем не менее ты мне не доверяешь с чего я должен доверять тебе но я решила ждать ведь чтобы сформировать доверие нужно время ага и ты хочешь сказать что совершенно ничего не сделала с ним и не сделаешь со мной мне не было другого выбора как ждать такова судьба таких как я возможно вы могли игнорировать то что говорил by и полностью погрузиться в работу я так и делал ну практически и не можешь утверждать что я так не делал потому что я не делал ничего из того что говорил мне by кроме лакмусовой бумажки ну лакмусовая бумажка ничего тебе не сделала соответственно я шелк и чест но вы продолжали слушать by ему наконец удалось пустить в вас корни недоверия при к лакмусовая бумажка знаешь доверяй на проверяй возможно моя работа вырвать их не тронь мои глаза и сверли и надо этой музыки мне страшно это еще часть сюжета или мне уже дают задание сефиры код можешь показать поговорить с анджелой она как-то узнала что у меня есть инкофилин как я говорил он только для консультации не цах юджина заставили вступить в программу даже полный бред и учены так загружен работой бедный юджин что он мог сделать возразить вы словно пешки на шахматной доске всем плевать такая уж эта работа ребята я не знаю как вы устраивались сюда но если вас сюда затолкали силы как это сделали с не цахом и со мной боже опять страшная музыка то тогда ладно но если вы сами сюда устроились на работу то зачем это сделали ну значит у нас будет больше работы не обращая на них внимание ход не всегда такие угрюмые ницах можно мне немного хо теперь уход сидит под веществами управляющий поздравляю с успешным выполнением задания это только для консультаций все вы так говорите нам он же сама слышала что тебе сказала анджела она самостоятельно решила подсесть на это нет ход и сильно ты сильно добра для такого ты сильно милая для того чтобы становиться укурышем я знаю что тебе расстраивает мои слова но то что я вижу меня тоже расстраивает так что не делай такое лицо чему они ненавидят меня то тебя все любят я тебя люблю почему они не видят моей доброты я вижу не слушай этих тварей и слушай разговаривай с нецахом ладно я ладно хорошо расслабляйся время от времени ну кому он всем надо расслабиться время от времени если у них только такой выход но пожалуйста от души на должна быть но не у не злоупотребляй я тебя прошу бери у не цаха меньше у не цаха лучше для него самого так что все мы ценим твою доброту не думаю что здесь есть другая сефира которая также заботилась бы о них как я те сефиры так заняты своей работой что не обращает внимание на своих сотрудников и ты совершенно права ты правильно о них заботишься серьезно я буду еще долго скучать по грегори если бы он не умер блин если бы он не умер моем отделе всем сотрудникам легко меня по крайней мере в твоем отделе только самые ненужные так что да и вполне легко они ничего не делают я забочусь об их безопасности правильно очень удобно что ты именно именно и взяла на себя я не так холодно как и сот и не совершая ошибок как малхут и я не пытаюсь бросить все как не цах чему же просто ты сильно загоняешься попробуй успокоиться попробуй успокоиться они тебя любят я видел как они с тобой общаются все хорошо и видимо ход ушла в себе смирите разные аномалии четыре раза смысле усмирить их как когда они выбираются из камер и четыре раза это за один день у это как-то много я даже не знаю какой бесполезный отдел не расширить давайте расширим здесь я точно уверен ладно ладно грегори первый кто заслужил уважение у пауков даже имея такие слабые статы он добился многого я буду по нему скучать окей переподготовка клерков для обеспечения готовность к различным чрезвычайным ситуациям смысле им дадут другое оружие я прочитал про клерков я прочитал про клерков что им дают оружие не потому что нужно оборонять себя для того чтобы они смогли застрелить себя в нужный момент истинное назначение оружия так сказать а выдача обучающий угол позволяет сотрудникам обучаться быстрее я думаю что клерки мало чем смогут противостоять особенность зеленому цвету рассветов и полудня поэтому я думаю сюда ладно пока мы справляемся пока мы трясемся и давайте послушаем новый рассказ о новой аномалии и сегодня память о грегоре мы послушаем аномалию паучья логова аномалия которая принимает форму огромного паука охраняющего в теме свои владения маленькие паучата бегают по полу в то время как неопознанные кабели свисают с потолка сложно рассмотреть что это за аномалия кабели свисающие из потолка камеры содержания повреждены из-за чего освещение в камере отсутствует наш горный сотрудник питер вошел в камеру содержания аномалии он увидел маленьких паучат убегающих от света когда сотрудник раздавил одного из пауков случилось нечто ужасное огромный паук с множеством глаз спустился с потолка и схватил его паук безупречно обернул его своей сетью подняты на потолок он станет питательной едой для его потомство ожидаемо что ни один сотрудник не отважился вас вызволить обернутого в кокон коллегу это было в описание аномалии многие люди не знают что сотрудник в коконе не труп оставлены для сохранения для последующего поедания вместо этого сотрудник медленно умирает находясь внутри кокона вероятнее всего паук не убивает сразу свою жертву чтобы сохранить ее как можно дольше свежий яд паука повреждает сердце что в конце концов приведет к смерти сотруднику замотанному в коконе не остается ничего кроме как ждать непроглядной тьме пока паучата не придут его есть слушаем медленное биение собственного сердца благодарим за ваш запрос однако с прискорбием доводим до вас что ваш запрос о запуске спасательной операции по спасению завернутого в кокон сотрудника отклонен аномалии в нашей компании действует иным способом в отличие от ваших предположений было доказано что завернутый в кокон сотрудник камере содержания паучьего логова повышает выработку энергии соответствии с этим фактом мы не можем организовать команду по спасению так как это будет идти в разрез с интересами нашей компании однако мы учтем вашу информацию и будем пользоваться ею в дальнейшем изучении паучьего логова просим вас учесть что распространяемые слухи обсуждаемые сотрудниками могут привести к увольнению из компании лоботомия компания относящийся серьезно к здоровью сотрудников и нам важно каждое мнение наших сотрудников поэтому заткнитесь-ка вы твари и не болтайте лишнего и не важно что вы будете подыхать нет я я буду не таким главой глава департамента здравоохранения корпорации лоботомия среди сотрудников ходит жуткий слух нет ничего удивительного в паре слухов об этом месте но этот стал интересным так как число свидетелей росло есть несколько распространяемых слухов по ночам из камер содержания слышен шепот это был голос алекса пропавшего пару дней назад они говорили о голосе наполненном ужасом просящим спасти его из тьмы вот такая это аномалия я уверен что может быть я даже спасу кого-нибудь сотрудников если им завладеет кокон и поэтому спасибо большое что смотрели данный ролик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки класс эти на колокольчик и я буду ждать вас в следующем видео всем удачи и пока пока а